Грузинские власти легко могли бы сделать шаги в направлении разрешения грузино-абхазского конфликта, но ничего не делается. Такую мысль недавно озвучила президент Грузии Саламезу Рабишвили, подчеркнув важность выдачи осетинам и абхазам паспортов в упрощенном порядке. По словам президента, спрос на получение грузинского паспорта особенно актуализировался в связи с непривлекательностью российского. Россия пытается усилить влияние в Абхазии, но в то же время у абхазов растет понимание, что что-то тут не так. Надежды, которые у них были на Россию, не оправдались, а мы могли предложить им альтернативу российских паспортов. Сразу подмечу, что я отношусь к той категории людей, которые никогда не озвучивали никакого хейта в сторону Саламезу Рабишвили. Я прекрасно помню тот период, когда она только стала президентом, да и последующие несколько лет, в течение которых ее порой оскорбляли самыми последними словами, у нее был самый худший антирейтинг среди всех грузинских политиков и так далее. Я не был ее сторонником, но мне всегда казалось, что таких оскорблений она точно не заслужила, тем более она еще является женщиной в возрасте, от чего подобная риторика выглядела еще более деструктивно. Ненавидеть Зурабишвили перестали после того, как она стала озвучивать оппозиционные правящие партии вещи и вступать с правительством в конфронтацию. Стоило ей это сделать, буквально сразу же ей начали писать в инстаграме о том, что она прямо-таки герой и молодец. Те люди, которые громче всех кричат, на следующий же день готовы, что называется, переобуться, забыть о том, как проклинали Зурабишвили последними словами и начать говорить о том, какая она замечательная. Последнее время Саламезу Рубишвили просто занимается тем, что озвучивает популистские лозунги, которые хочет услышать определенная часть общества. То есть, по сути, делает то, чем занимаются практически все оппозиционеры. В общем-то, власть тоже, конечно же, озвучивает популизм, но власть, помимо всего прочего, порой вынуждена идти на непопулярные шаги, ибо на ней лежит ответственность за принятие политических решений. Как я уже говорил в своем предыдущем видео, главная проблема популистской риторики – это то, что она не приведет ни к чему, кроме лайков в Инстаграме и Фейсбуке и комментариев о том, какой ты молодец. К власти таким образом прийти не получается. Ибо никто не учитывает то, что работать надо не только с типа прогрессивной молодежью, которая не является большинством, которой в массе своей пофиг на выборы, которая просто любит эмоционировать и протестовать по любому поводу и, в общем-то, не поддерживает никакую политическую силу. Власть они не любят, ну потому что они молодые, классные, супер-мегаумные, бунтари, а власть и режим – это всегда отстой, если ты молодой. Но и среди оппозиционеров нет таких лиц, за которых молодежь была бы массово готова голосовать. Выходить на протесты – это весело и прикольно, но в целом не до такой степени этим людям интересна политика, да и, повторюсь, большинством избирателей они не являются. Все забывают о том, что в Тбилиси есть не только молодые хипстеры, как и о том, что Грузия – это не только Тбилиси. Есть еще регионы, а жители регионов зачастую ментально далеки от модных хипстеров с пирсингами, танцующих под техну. Существует условное электоральное большинство, которое не выходит на митинги, мы его особо не слышим, эти люди просто живут своей частной жизнью, а на выборах идут тихо отдавать свой голос. И вот с этими людьми никто из оппозиции не работает. Главное – угодить молодым жителям Тбилиси. Идея, как показывают последние 12 лет, бесперспективная. Сейчас Саламе Зурабишвили предложила вот эту вот артюль. Пытается консолидировать оппозицию против общего врага, то есть против Бедзины Иванишвили. Однако не похоже, что это приведет к какой-то реальной консолидации, общему избирательному списку и так далее. В общем, не похоже, чтобы у Зурабишвили намечалось какое-то прорывное политическое будущее в Грузии. В этом году ее президентский срок подойдет к концу, а дальше, может, она и вовсе уедет во Францию, поняв, что в Грузии с политической точки зрения ей ловить нечего. Вообще интересно получилось, что изначально инициатором того, чтобы пригласить Саламе Зурабишвили из Франции в Грузию, был Михаил Саакашвили, который назначил ее на пост министра иностранных дел и восхищался тем, какой она высококлассный дипломат. Через какое-то время Зурабишвили сказала, что Миша диктатор и ушла в оппозицию. Президентом Грузии она стала при полной поддержке грузинской мечты и лично Бедзины Иванишвили, который своими ресурсами буквально вытянул ее на пост президента. Как итог, спустя какое-то время Саламе начала говорить, что Бедзина автократ тянет страну в Россию и снова ушла в оппозицию. Вот такая вот у человека судьба. Сначала сотрудничать с властью, а потом уходить в оппозицию, вне зависимости от того, кто находится во власти. Насчет выдачи абхазам и осетинам паспортов по упрощенной процедуре я лично не совсем понял, ибо, насколько я знаю, любой житель оккупированных территорий может без проблем приехать в Тбилиси, прийти в Дом юстиции и сказать «дайте мне гражданство», после чего получит его без экзаменов и всего прочего. Ибо, с точки зрения грузинского законодательства и международного права, эти люди родились на территории государства Грузии. Но, может быть, я просто не понял, что именно она имела в виду. В принципе, сейчас есть куча льгот для жителей оккупированных регионов. Получение гражданства, бесплатная медицина, бесплатное образование. В этом плане грузинское государство максимально открыто к тому, чтобы привлекать сюда жителей Абхазии и Цхинвали. Хотя, даже если бы эти жители были отлично настроены к тому, чтобы вернуться под грузинскую юрисдикцию, это бы ничего не изменило, ибо существует фактор российской оккупации. И до тех пор, пока Россия не заинтересована в том, чтобы вернуть Грузии эти земли, ни о какой деоккупации говорить не приходится. РФ тут исходит из своих геополитических интересов. Даже если бы все жители оккупированных районов резко заявили о том, что хотят в Грузию, Россия бы не вернула эти территории до тех пор, пока не заключила с официальным Тбилиси договоренности на удовлетворяющих ее условиях. И пока что, как показывает практика, все эти гуманитарные меры и льготы со стороны грузинского правительства не то, чтобы очень помогают заручиться лояльностью большого количества жителей Абхазии и Цхинвальского региона. Все-таки не стоит недооценивать уровень пропаганды ненависти к Грузии и продвижения всяких ложных антигрузинских мифов, которые имеют место на данных территориях. Возможно, одной из проблем является дефицит информации. На государственном уровне, насколько я знаю, нет каких-то более-менее серьезных информационных программ, направленных на то, чтобы как-то коммуницировать с людьми на оккупированных территориях. В итоге жители Абхазии и так называемой Южной Осетии ничего не знают о жителях остальной Грузии, кроме того, что им озвучивает их пропаганда. А жители, подконтрольные официальному Тбилиси части Грузии, вообще ничего не знают ни об Абхазах, ни об Осетинах, если речь идет о молодых людях. Многие даже не задумываются о том, кто в принципе на этих землях живет. В Грузии после 2008 года на госуровне активно разгонялась повестка о том, что вот есть вражеская Россия, которая отобрала наши территории. И оно так и есть. Вот только как-то забывается момент того, что на этих территориях живут люди, которые о нас ничего не знают, и о которых большинство молодых людей в Грузии тоже ничего не знает, потому что нет никакого обмена информацией. Грузия – это же одна из самых нерусскоязычных стран постсоветского пространства, особенно после 2008 года. А это в том числе влияет на возможность коммуникации с Абхазами и Осетинами. Они в массе своей не знают ни английский, ни тем более грузинский. Подавляющее большинство информационных программ в Грузии транслируется на грузинском языке, что абсолютно логично, ибо это государственный язык. Однако на нем невозможно выстроить коммуникацию с жителями оккупированных районов, потому что они его не знают. В массе своей с ними можно общаться только по-русски, так уж сложилось. И этот информационный пласт практически отсутствует. Плюс на это накладывается момент отсутствия понимания некоторых молодых людей в Грузии, того, что в целом на этих территориях живут определенные люди. Об этом они просто не задумываются. Они думают, что вот сейчас ужасная рашка развалится, после чего территории сами собой к нам вернутся, и все будут счастливы. Очень утопический сценарий, имеющий мало чего общего с реальностью. А в реальности проблема имеется не только с Россией. Понятно, что Россия это страна, которая по факту оккупирует грузинские территории. Но если даже оккупант оттуда уйдет и перестанет быть оккупантом, это не отменит вопрос того, что жителей данных территорий еще нужно будет как-то реинтегрировать обратно в грузинское общество. Некоторые люди считают, что вернуть земли получится только военным путем. Может быть. Может быть. Но даже в случае военного сценария, грузинское руководство же не будет выгонять абхазов и осетин с этих территорий, не будет устраивать этническую чистку. Очевидно же, что такого никто делать не собирается. Тот, кто захочет, сам уедет. Это личный выбор. Не хочется жить под грузинской юрисдикцией, пожалуйста, границы открыты. Но кто-то ведь останется, с кем-то же надо будет вести диалог. Ни в одной лишь России дело. Было бы странно отрицать, что в Абхазии и Цхинвале имелись сепаратистские настроения. Да, РФ им помогла, но они изначально по ряду причин были. И сейчас мы просто ограждены от этих людей стеной в информационном плане. До такой степени, что некоторые люди в Грузии реально даже не задумываются о том, что реинтегрировать нужно не только землю, но и тех людей, которые захотят остаться там жить. А если Осетин или Абхаз готов жить по грузинским законам, он не замешан в каких-то преступлениях против человечности, не живет в чужом занятом доме и так далее, то ты же не можешь сказать ему, давай-ка уезжай отсюда, у тебя неправильная национальность. Бред. Сколько Абхазов и Осетин уже за эти годы приехали в Тбилиси, в Батуми, некоторые даже переехали жить и спокойно живут без каких-либо проблем. Все очень просто, есть международное право. Если мы руководствуемся им, то Абхазия и Цхинвальский регион это территории государства Грузия. На данный момент Россия просто подтирается этим международным правом и хрен нам они территории. Пока что статус-кво. Изменится ли этот статус-кво, никто не знает. Если однажды изменится и если появится шанс возвращать территории, то не стоит забывать, что территории это не только земли, это и люди. Причем и те люди, которые с этих земель были изгнаны и которые должны иметь право спокойно туда вернуться, но также и те люди, которые там в данный момент живут. Опять же, никаких сантиментов у меня нет. Если кто-то захочет уехать на здоровье, плакать не будем. Но если человек хочет оставаться, если он готов к компромиссам, к перемирию, к, скажем так, сосуществованию, то было бы совершенно неправильно выгонять его за якобы не ту национальность или фамилию. Так не получится. В той же Абхазии есть люди, которые настроены к Грузии, ну как минимум, спокойно и нейтрально, без ненависти. Есть даже те, которые хотят деоккупации, которые хотят быть в составе Грузии. Я даже знаю таких людей. Они не могут об этом публично говорить, ибо как минимум за это их в Абхазии посадят. И таких людей мало. Кто же спорит, пропаганда на данных территориях свое дело сделала. Но они есть. И если из тысячи будет даже один человек, который настроен к нам хорошо, то вот только ради одного этого человека я готов отстаивать факт того, что он имеет полное право жить на этой территории. И я буду категорически против того, чтобы в его сторону допускалась какая-либо дискриминация. Да и вообще, Абхазы очень сильно перемешаны с грузинами. У их де-факто президента Аслана Бжания грузинская фамилия. Ну о чем тут вообще речь? Там, конечно, пропаганда дошла до такого маразма, что людям внушают якобы мегреллы. Это не грузины, а отдельный народ. Иначе как так получается, что в Абхазии ненавидят грузин? При этом минимум у половины жителей Абхазии, часть родни, это мегреллы. То есть западные грузины. Ну вот настолько там 30 лет людям внушают всякий бред. А Грузия на государственном уровне ничего в информационном плане не делает, чтобы объяснить этим людям, что никакой угрозы и ненависти к ним со стороны грузин и Грузии нет, что они могут спокойно сюда приехать, никаких проблем не будет, что никто в случае реинтеграции не собирается их прогонять, дискриминировать и так далее. Что их жизнь под грузинской юрисдикцией, наоборот, станет лучше, чем то, что происходит сейчас. Что возвращение в состав Грузии означает, во-первых, возможность договориться по какому-то особому статусу территорий. Во-вторых, привлечение обилия инвестиций, которые облагородят эти земли, сделают их привлекательными как для туристов, так и для местных жителей. Насчет денег переживать не стоит. Может, Грузия сама по себе не богатая страна. Однако, для такого важного политического проекта, как деоккупация территорий, я думаю, Иванишвили будет готов и лично раскошелиться. Ничего, кроме плюсов, жителей этих территорий в случае реинтеграции не ждет. Но об этом им практически никто с грузинской стороны не рассказывает. И государство никакого внимания своей информационной политике по данному вопросу не уделяет. Субтитры создавал DimaTorzok